Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, и это очередные приключения Корзина Голового. В прошлый раз всё закончилось тем, что на нас напал доверенный-поверенный. Мы его размахали. Он нам тоже врезал пару разочков, но, в принципе, мы живы и на том хорошо. Сейчас мы вот так вот сделаем, чтобы от его трупешника одни труселя остались. Хорошо. Так, на секундочку, на секундочку. Тут у нас... Да ну, в принципе, мы всё это уже осматривали, рассматривали. В принципе, эту комнату в прошлый раз уже зачистили полностью и собирались выходить, когда к нам прискакал вот этот конь. Которого нам пришлось и завалить. Опять же, у меня что-то такие подозрения, что это что-то по скрипту. То есть, он должен был прийти, когда мы соберёмся на выход. С другой стороны, мы у него вот такой вот красивый меч одолжили. Который аж прям не ржавый. Который... Как там про него-то написано? Прекрасно обработанный полуторный меч. Имеет украшение. Так что всё хорошо, всё нормально. Ну, к тому же, тяжёлый. Посмотрим, как это всё будет работать. Но, как минимум, он длиннее. А то, что я понял из ваших комментов, что оружие подлиннее, это хорошо. Так, здесь, на секундочку, больше у нас, вроде как, никаких выходов, ничего такого нету. В этой комнате мы побывали, в той побывали. Вход сюда только один, соответственно, и выход тоже. Поэтому валим. Теперь. И здесь, 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 здесь. Вот этот перекрёсток для нас новый. Как мы сюда попали? Вот мы через вот эту дверку сюда попали. У нас был вариант пойти сюда, сюда или сюда. Мы пошли, зашли в эту комнатку. Пойдём теперь дальше прогуляемся. Блин, тут опять у нас... Минуту, а сюда мы заходили? Что? Опять всякие перекрёстки, опять. Блин. А, тут у нас туалет, там перекрёсток. Хорошо, давайте глянем, что в ту сторону. Продолжаем исследовать. Я надеюсь, крайне уповаю на то, что я ничего не упустил. Дверь. А ты у нас... Даже не запертая дверь. А это как? Вы это слышали? Там чувак дверь только что закрыл, да? А, возможно, будет драка. Или мне кажется? Я не знаю. Он пока вроде не настроен агрессивно, но... Это ж может измениться в любую секунду, правда? Зелёные сапожки у нас красивенькие. Ремешок. Ну, ремешки, я так понимаю, что пока что нам не светят, поэтому ладно. Кстати, это наша возможность. У него молоток, блин. Это наша возможность испытать наш крутой меч. Хочу ли я это сделать? Да, ребят. Так, насчёт... Ха-ха-ха! Та-та-та-та-та-та! Ключик, ключик, ключик. Да, ключики у нас лежат в шкатулке. Этот ключик будет лежать отдельно, пока мы его не используем, потому что мы будем знать, что он новый. Теперь насчёт письма. Некоторые солдаты пытаются давить на меня, заставить выдать им особое снаряжение. Я сделал ошибку, попытавшись объяснить, почему мы ограничиваем его использование. Но ясно, что они не согласны и теперь всё больше не любят меня. Может сообщить капитану? Не вижу выхода, который не привёл бы меня к ещё большим неприятностям. Ага. А, сообщить капитану? Это явно какой-то или начальник караула, или начальник стражи. Что-то такое. Особое снаряжение, ребят. Что может подразумеваться под особым снаряжением? Так. Хорошо. Ключ мы нашли. Это меня, несомненно, радует. Теперь надо попробовать его потыкать куда-нибудь, этот ключик. А вдруг подойдёт. Вы видите это? Вот это вот вы видите, видите? Да, да, да. Карта третьего этажа. Чёрт побери. Блин, с ней надо будет осваиваться. Причём осваиваться долго. Тут жилет. Тут Канные штаны и кружка. Кружка, наверное, брать не буду. А карта, это, естественно, драгоценность. Это сокровище. Я её заберу. Она у нас вот так вот будет самом низу лежать. Из трёх этих карт она будет самая нижняя. Теперь. Она же ещё меньше, да? То есть, это второй этаж. Это первый этаж. Первый этаж самый большой. Второй ещё меньше. Но он таковый. Смотрите, там много полости. Первый этаж, он был ровно такой забит комнатками. А второй этаж, в нём очень много полости между комнатами. Третий этаж, он вроде как поменьше, наверное. Но он тоже очень плотно забит. Ммм. Так, это у нас был вход на уровень. Выход у нас явно будет вверху. Окей, это мы поняли. Теперь. Где же у нас... Там у нас была и зеркальная комната, и бесконечный коридор, и всякое такое. А как нам это теперь всё определить? Вот это вот выглядит на самом деле как бесконечный... Так, это я сразу уберу, всё нафиг. Вот эта вот часть выглядит, пожалуй, как бесконечный коридор. Жалко, она тут смыта и смазана. Вот это вот просто отвратительно. И я сходу не могу даже сказать, где и что находится, и где и что мне знакомо. Я даже не знаю, где я сейчас приблизительно. Это плохо. Хорошо. Давайте будем искать какие-то зацепки, и потом пробовать находить это на карте. Но я доволен, что я её нашёл буквально вот на вторую серию блужданий по третьему этажу. Ну, мне вывалилась карта из ящичка. У меня просто рука практически автоматом потянулась к и в пятке, но тут такого не существует, поэтому приходится терпеть. Вот эти все комнатки однотипные, и вряд ли они как-то будут отображаться на карте. Ну, как бы они-то будут отображаться, я имею в виду, что я вряд ли смогу их найти адекватно. Тут... А, да, это я смотрел. Вот запертая дверка, которую наш зомбачок прикрыл. Ты с чего упал-то сейчас, а? Корзиноголовый. Тут у нас, в принципе, тесачок, щипцы, посуда. Ничего такого. Фух, ничего такого. Блин. С одной стороны, меня, конечно, очень радует, что у нас неплохая снаряга, да и мечок у нас, в принципе, хорош. Стойте, а это тупик, да? Блин, он такой теперь бегает, он прям такой дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Хорошо, это тупик, и это тупик. Отлично. Теперь, что я хотел еще, кстати, проверить. Тут есть такая штука, как броня. Это не тот, который с молотком, это, кстати, другой. Есть такая броня, как и бой. И я не знаю, кстати, как это все происходит. Есть какой-то общий опыт или... Ну, да, я видел, что есть общий опыт, полоска общего опыта. А есть также, вот когда я с кем-то дерусь... Просто офигительно. Ай! Блин. А, ну он лошпед, да? У него ничего нету такого. Да. И чем он дрался? Что, блин? Горшок? В смысле горшок? Ах... Хорошо. Здесь тупик. Я этому несказанно рад. То есть у нас есть две маленькие комнатки. Но они тоже тупиковые. Получается... Это нас вело исключительно к ключу. Здесь у нас тупик, здесь тупик. Пойдемте сюда посмотрим. Я не пойду сейчас прям обшаривать все старые закрытые двери. Так, минуточку, кстати. Вот Т-образный перекресток. Давайте посмотрим на минутку на карте. Что у нас по Т-образным перекресткам и где они могут быть? И как это все может выглядеть? Блин, жалко, что карту нельзя приблизить. Вот сейчас вот это реально очень жалко. Давайте, наверное... Я хотел... Я оставил уже эту идею, чтобы скачивать карты наперед, чтобы смотреть их наперед. Потому что, да, это будет честно. Находить их и сразу вот так смотреть. Но! Я вот думаю, сейчас может быть скачать карту на телефон. Как только я нахожу карту на этаже, просто скачивать ее на телефон, чтобы я мог просто посмотреть поближе. Фишка в том, что я сижу довольно далеко от экрана. И вот сейчас это крайне некомфортно мне сейчас смотреть на эту карту. Она к тому же становится меньше и меньше. И она не увеличивается. То есть... Ну, вы меня поняли. Ладно, я не буду больше нудеть на эту тему. Но я думаю, вы меня поняли. Хорошо. Я думаю, что вот этот Т-образный коридор... Да, это он. Смотрите. Вот выход в одну сторону. Вот в другую. Я вышел из вот этой вот двери. Вот она находится сбоку. Здесь у нас большая тупиковая лока, где мастерские, где мы бились с этим доверенным. Вот здесь проход через маленькую комнатку. И здесь вот две тупиковые комнатки, где мы только что забили зомбаря. Окей! Отлично! Уже что-то складывается. Мы поняли, где мы. Мы сейчас вот здесь. То есть, если мы пойдем вниз... Вот так вот карта должна находиться. Если мы сейчас пойдем вниз, у нас тут будет затертая лока. Пойдем. Посмотрим. Хух. Я сориентировался. Это несказанно радует. Также, ребятушки. Что-то я вот подумал, если нам дали неплохой меч, и если нам дали довольно-таки неплохую броню, значит ли это, что скоро на нас каких-то бронезавров будут вываливать, которых придется прям лупить непонятно как и непонятно чем. Честно, я бы не отказался от арбалета. Хорошо! Здесь эта часть карты полностью, блин, затерта и уничтожена. Поэтому здесь карта у нас почти бесполезна. Я ее пока выключу. Мы сейчас тут полазим, посмотрим. Когда мы вернемся в тот коридор, я думаю, что можно будет опять на нее глянуть. Еще один ключ просто в сундуке лежит. Возьмите, пожалуйста. Два ключа у нас. Ага. Ага. Тачило. Так, капюшончик. Блин, кстати, насколько он хорош. Ну, щипцы всяк такой я не буду смотреть, а вот капюшон... Спасибо. Он просто вышел, я сейчас просто зайду там второй. Тут стол. Погодите. Это описание мы сюда. Капюшон наш обратно мы оденем. Это описание сюда. Они одинаковые. Они полностью одинаковые. Поэтому этот капюшончик мы выбрасываем. Столик. Что ты такое? Сапфир? Кожаный фартук. Блин, сапфир. О, это интересное кино. Я не знаю, зачем он нужен. Дверь. Запертая. Погодите. Хэдшот. Топорик. А он так в руках и остался. Топор. Да, нормально. Так. Так. Ну, хорошо. У нее вроде ничего такого нету. Это оружейная мастерская? Минуточку. Это кузня? Я попал в кузню? Здравствуйте. Это двуручный меч. А, кстати, на двуручных мечах тяжелый и плохо сбалансированный. Который давно утратил заточку. То есть им можно максимум бить, а не рубить. Хорошо. Бердыш. Секира необычной пропорцией. Бердыш-пердыш. Знаете, в чем прикол? У меня же здесь... Минутку. Это двуручный меч, который заточку утерял и всякое такое. Вот это вот бердыш. У него баланс гораздо хуже. Импульса гораздо больше. Режущего, кстати, больше. Как двуручное оружие. Что из них лучше? У этого импульса меньше, но баланс гораздо лучше. Этого баланс хуже. Но импульса дофига. Импульс, я так понимаю, все-таки это как скорость разгона. Даже не знаю. Давайте я сейчас, пока что... Ну вот, копье я выложу, потому что оно одноручное. Мы с ним вон в прошлый раз пытались драться. Ну и такой. Я возьму бердыш с собой. Иди сюда. Возьмись. Спасибо. У меня будет бердыш двуручный, и у меня будет меч двуручный. А вы мне в комментах напишите, что из них стоит носить, и что-то ли вообще из них нормальное, или и то, и то барахло. В общем-то, меня пока что вполне устраивает меч, который у меня есть. Зубилу. Вот этот меч. Он довольно длинный, и он одноручный. И он, ну, пока что неплохо получается им высекать. То есть чуть-чуть увеличиваешь дистанцию, чтобы замахнуться неплохо было, чтобы быстрее прилетало. И он довольно неплохо высекает. Поэтому, как по мне, так, по-моему, это тоже старый, да, утратился точку. Короче, это все старое ржавое оружие. И до этого меч короткий, который у меня был, он тоже старый и ржавый. По сути, из нормальных мечей, вот мне первый сейчас попался, до этого нормальных не было. Хорошо. А, тут еще сундучок. В сундучке у нас... Латные наплечники? Серьезно? У-у-у-у. Тоже латные, но... Вот эти в сундучке, они получше? Чуть-чуть. Но какая разница, чуть-чуть или не чуть-чуть, они получше. Нифига. Одеваем. Спасибо, ребят. Так, слиток железа. Тоже не знаю, нужен ли он мне. Кузнечный молот Дофига импульса Ну да, да, импульс это тяжесть оружия То, как мы им махаем Окей, это имеет смысл Так, стульчик Два ключа Я так полагаю, что ключ, который мы нашли здесь Он будет как раз отсюда Ау, я кого-то пнул эту штуку Значит, по идее А, щит надо убрать По идее, вот этот ключ Этот ключ А это странно Ключ, который мы нашли в кузнице Не подошел к кузнице А зато другой подошел Ну хорошо, тут Ёпперсетэ Хо-хо-хо Какая бандура Меч легче, чем кажется Его баланс двигается вместе с замахом Сначала это кажется странным Но вы сразу понимаете Как им пользоваться Для лучшего эффекта Вопрос снят Насчет бердыша Насчет ржавого меча До свидания Мэри Поппинс До свидания Та блин Это все просто уходит нафиг И кувалда Вот этот Була Кувалда тоже уходит нафиг Щит я все-таки оставлю Но Минуточку Р Щит у нас идет вот сюда А вот сюда вот Идет Эскалибур Блин, какая штука Он же двуручный На нем написано двуручный, да? Да, двуручный меч Отлично То есть Ух ты Какая вещь То есть Если у нас Ну блин Для файта Прям идеально Мне кажется Теперь можно Просто разносить Единственное Я же говорю Что я хожу с факелом Мне тактически Правильно Тактически верно Было бы ходить Со щитом Как вы понимаете Я этого не делаю Ладно, наручи Давайте посмотрим Я этого не делаю По простым причинам Я уже которое объяснял Потому что Во-первых Вам будет Нифигища не видно И Мне будет Не так комфортно Поэтому Я приношу Небольшие Ладно Наплечники Такие же Не, у меня даже получше Я приношу Немножечко в жертву Свою безопасность Но хожу с факелом Чтобы Хоть что-то на экране Было Можно было разглядеть Во-первых Ну Так уж Если совсем по-честному Я думаю Если бы я сам играл Без записи То О, на голенечке Ну у меня все такое же То есть Блин, не знаю Ну-ка мои на голеннике Да, они лучше Если бы я играл сам Возможно В каких-то моментах Я бы реально ходил бы Без факела И было бы хорошо Но я играю Не сам, ребятушки Я играю с вами Поэтому Факел Да Я с ним хожу Все нормально Все хорошо Тут у нас Ну обычные мечи С которыми мы ходили Блин Вот это вот уже Красиво То есть Мы в кузне Естественно Нашли крутую вещь Блин, было бы странно Если бы в кузне Не было крутой вещи Минутку Вот у нас Вот здесь Заканчивается Наш одноручный меч Давайте-ка Эр сделаем А, он его на плече держит Черт Ну замах у него дальше Да Чем у Одноручного Чуть-чуть Не знаю Я думаю, что Там нужно будет Еще посмотреть Как это будет Но я думаю, что Если я нарвусь На какого-то Крутого босса Или что-то Наверное Все-таки Лучше будет Махать двуручкой Да и Вы в комментах Говорили, что Двуручка Предпочтительней Обычно Ух Вот это сейчас Было неплохо Да Тут мы были Отлично Я заблудился А, ну здесь выход Все-все-все нормально Тут у нас Кузня Тут Ага Вот, это этот коридор Опять Мы в него возвращаемся Тут у нас Туалеты Тут Минутку Если карта Вот так Я же надеюсь, что Это мы пошли вниз Вот была кузня Вот была маленькая комнатка В которую мы зашли А вот тут вот Не видно И я не знаю Как что Ладно, пойдемте На самом деле Мне вот сейчас Очень нравится То оружие С которым я хожу Наконец-то Оно перестало быть Уж извините За выражение Бомжатским Минутку Это будет срез Ну-ка Нижний ключ Был чисто от кузни А верхний ключ Да Верхний ключ Отсюда И это Это у нас Срез К Я понял Две двери Одна Которая наверх Одна Которая вниз Одна открывалась Одна нет Привет, чувак Я не буду с тобой драться Хорошо Я понял Где мы находимся Окей Пошли обратно Вниз мы сходили Сходили в кузню Открыли Все Посередине мы сходили Открыли Блин, это был классный бонус Два ключа Но эти два ключа Получаются теперь Скорее всего бесполезны Ну, как то для кузни Я уверен, что он бесполезный Теперь он был чисто бонусный Окей Оно того стоило Я вообще ни слова не говорю Теперь мы идем вверх Чтобы пойти вверх У нас развилочка И куда нас это приведет А, одна в туалет приведет А одна в маленькую В маленький коридорчик Там будет тоже комнатка По идее мы сейчас Не так далеко от конца уровня Но у нас Нам бы вот сюда вот Неплохо сходить Мы сейчас находимся Вот здесь Пробуем идти дальше Так, тут Коридор А, это вот она Колонна вот эта Это не стенка Это колонна Да, вот она как раз и есть От колонны Можно пройти дальше Тут размыто, правда Не видно Но можно пройти дальше И там будет проход В за туалетье То есть Вот это вот был у нас туалет А вот тут у нас будет Верхняя лока Которая вот Вот эта швейная мастерская А вот это вот Какая-то верхняя лока Давайте туда сходим Я не знаю Что там Как там Ай, блин Ну проблема в том Что все размыто Тут один вход И по идее Там должен быть второй В смысле Ты поворачиваешь? Ну да Она поворачивает Вот тут вот видно Блин, там драка Пойдемте Тут два О compromised О! О! В��раль О! 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 блин я пока чувак уворачивается от меня оба до свидания фух вот сейчас было неплохо да он по мне попал пару раз причем по собственной моей же глупости я отхавал на меня во первых спасла броня во вторых все-таки грохнули скелета неплохо так но у него вещи хорошие но у меня лучше у меня просто лучше нагрудник многоленники все дела она она хорошая она неплохое но у меня просто лучше потому что они у меня бонусные потому они неплохо короче да если более-менее маневрировать то ну скелета они очень подвижны они гораздо более подвижным люди тело просто щит учит так да кстати случилось то чего я опасался я говорил что раз нам в подземелье в том в полуторном уровне встретились скелеты то возможно скелеты будут на третьем этаже я их тут не увидел такой а ну ладно хотя вот пожалуйста скелеты причем скелеты не дружат зомби а вот это интересная особенность мы до этого видели как зомби друг друга лупашили было такое там у нас сколько две-три серии назад такое происходило когда мы закончили серию на том что зомбаки друг друга кромсали там просто не по-человечески а теперь у нас случилось что и скелетики зомбачков не очень любят так карту будем стараться держать так как она есть нас ой тут столик ой тут всякого столики обычно куча всего хорошего есть шлем кожаный это гамби зончик не не это все неплохо но уже уже не то уже не то кисет и карандаш красный карандаш училка какая-то сидела оценки ставил до отпусти меня стол блин рук то мы не можем выгибать в обратную сторону правильно окей ушки стол немножечко не оправдался жаль а книжечки тут никакой нету да блин убери ты этот стул а ты кто ты никто ты никто хорошо давайте а тут ничего нету выглядит как ничего хорошо я вообще хотел направо пойти я просто сюда на драку полез потому что звуки драки были я сейчас этот центральный зал прочекаю быстренько мы с вами вернемся направо мне просто интересно тут какие-то явно конторы каких-то клерков что-то непонятное и тут столик эти столы да они никчемные потому что ну слишком явно слишком доступны не в стиле этой игры хотя вон сундучок в уголке лежит сундучок выглядел очень многообещающе бронька бронька нагрудник стать нагрудник хороший ламинарный вот но у него покрытие маленькая да и общая защита к сожалению меньше вещь неплохая но уже не то уже не то и на рукавники тоже не то то есть это явно сундучок с хорошим лутом они они очень сильно отделяя выделяется ну на фоне остальных про простеньких сундучков но этот сундучок со своим хорошим лутом чуток опоздал он уже не настолько хорош как нам бы хотелось бы достал в столу в столе мы облутались полочки пусты да давайте все таки сходим направо двух скелетов мы ушатали вон туда мы потом вернемся в эту комнату мы еще тоже естественно вернемся значит вход то тут только один по сути да вот он это какое-то письмо так секунду направо зал с колонной да вот он отсюда у нас будет тупичок сюда и тупичок сюда давайте сначала наверное в нижний тупичок сходим я вижу там вот эту бумажку не бумажку не знаю чё это я это вижу так что у нас тут просто прачечная смысле министерство культуры фигачечная то это обычная тупиковая комната я тут ничего не вижу хорошо пойдемте наверх мне что-то кажется там может быть что-то интересно но как минимум вот это свиток поверенная случилось то чего я боялся поверенная мы встречали поверенного это поверенная хорошо она была хорошо подготовлена очевидно у нее было какое-то представление о том чего ожидать лишь удачу берегла меня я не могу останавливаться здесь я должен спрятаться и подготовиться к обороне я не знаю как смогу продолжать работу поверенная стала бы превосходным вкус чего испытуемым а и жаль что пришлось убить ее вот так и оставлю здесь чтобы помешать любому кто попытается преследовать меня ага иди сюда свиточек я оставлю ее здесь если мы сейчас найдем зомбаря это будет у нас ответ на вопрос оживают ли они или хорошо хорошо нашел шлем который блокирует мою силу пока его носишь возможно куда более важно что он оградил меня от шума создаваем его другими умами показалось ушами это присутствие преследовавшие меня с тех пор как я сюда прибыл исчезла вскоре после того как я его надел я уснул уверен не в его это не в его силах но постигла меня такое спокойствие что я спал так как не спал уже очень давно теперь я уверен именно это ощущение чужого присутствия вызывает у моих испытуемых беспокойство и агрессивность очевидно также что она планомерно шлем а это чё-чё-чё за бумажки на это просто подносы деревянные так ладно не буду пока открывать кладовая наплечники такие себе это все не то это все не то ну да сюжет здесь передается полностью через каких-то записки через какие-то записки и персонажи очень сильно в стиле dark souls да еще некоторых игр я не против такого к тому же это все пока больше интригует но честно сказать пока что я не могу сложить для себя целую картину что здесь происходит и чего ожидать что тоже в принципе неплохо но я вот такие вот крупицы собираю потихонечку пытаясь из этого строить какие-то теории что-то с вами делюсь чем-то не делюсь потому что потом осознаю что это ну так бред явно хотя то что я рассказывал мне тоже говорят что это такое себе но это нормально тут просто посудная утварь тут ничего нету ни ключей не записок ну штаны какие-то лежат тканные брюки кстати что там делают тканные брюки были повар забыл переодеться что ли хорошо две маленькие комнатки мы пойдемте это должен быть я хотел сказать должен быть туалет но это именно апартаменты кто-то здесь работал хорош сундук они у меня уже мозг автоматически делят сундуки на хорошие это на обычный я уверен что зуик вот это имя приносит сюда контрабандные товары мы несколько раз обыскали его келью и стекольную мастерскую я же говорил что это мастерская мастерская стекольщика но не нашли ничего ни единого тайника который он мог бы использовать это старая жаба живет здесь дольше любого из нас и думает что сможет перехитрить нас должно быть я что-то упускаю но что минуточку зуик стекольщик в стекольной мастерской мы были это нам намек на то что где-то в стекольной мастерской есть секрет раз они все обыскали но ничего не нашли но он каким-то образом таскает контрабанду у ты кто аппарат алхимика и да ну блин нажмите меч легкий хорошо сработанный легкий и хорошо сработанный блин у него больше баланса чуть-чуть режущий стоп у него есть режущую моего минуточку выходить сказать что меч который мне состоит на двуручке у него нету проникающего у него только режущий и видите у него такой кончик как будто тупой то есть им тыкать бесполезно но он хорошо у него хороший импульс он хорошо с блин оба меча хорошую так то на самом деле я не скажу прям что мы безоговорочно гораздо лучше давайте я заберу оба что мне я-то поменяю потом минуточку а он одноручный стоп он одноручный вы мне хотите сказать ну для одноручного меча я даже прям не знаю проникающий одинаковые режущий у моего чуть-чуть получше импульс капельку получше зато баланс лучше у этого я прихвачу с собой знаете лучше его чуть-чуть собой потаскаю чем потом пойму что блин почему его не взял гамбизон нет и вообще какой на мне сейчас гамбизон одет ага не это подбитое пальто погоди ну-ка а вот кстати и уровень пришел да мне говорили о том что уровень подходит постепенно мой гамбизон получше чуть-чуть но получше вот и уровень подоспел потому что мы почитали записочки подрались много чего интересного сделали так в столе все в этом меч мы взяли меч кстати был неплох я не жалею что его подобрал посмотрим потом как еще он будет в драке ну пока по моему очень круто и так давайте с вами посмотрим во что мы можем вложиться и зачем последнее пятое умение оборона уверенность а почему эти дальнейшие не открываются так или атака в атаке у нас финт ушами почему у нас дальнейшие навыки не или они откроются когда я завершу эти умения вот мне что интересно ложные замахи быстрая повторная атака а что у нас по броне уверенность своей броне позволяет вам не прерывать атаку получая удары да давайте 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 я это пока возьму потому что такие все таки нас бьют с этим ничего не поделаешь но по крайней мере это тогда не будет прерывать наши атаки и тогда почему бы нет эта комнатка была чрезвычайно полезно нам дали намек нам дали неплохое оружие шкафы обувь обувь вроде обычные кожаные ботинки ну если там рабочий кабинет то тут скорее всего наверное этот молодой человек жил да вот кровать я кстати не знаю насколько молод был этот человек это я так для красного славца сказал возможно там жил вообще дедок которому не знала сколько лет бутылка на бутылке кстати этикетка то есть но нам ничего не говорят по поводу этикетки они говорят просто бутылка так что ладно поверим на слово людям но тут в принципе все больше ничего нет но я подойду а вдруг тут где-то ключик какой-то лежит который я блин не вижу я сейчас без издевки говорю я прям серьезно учитывая уровень невидимости предметов в этой игре также что я пожалуй хотел бы отметить за все время что вот я играю наверное приятно то что какое-то минимальное количество багов я даже не помню встречал вот там кстати записка фигасе вот так вот и и заметишь а вот так вот заметишь свиток один из моих подопытных нашел замечательное оружие и сбежал быстро попробую быстро пробив себе путь удивлен удивлен его спас способностью защищать от меня свой ум я отслеживаю путь его бегство некоторое время но затем он полностью от меня исчез отслеживал как он это сделал кто он может чувак украл твой шлем и свалил украл оружие и сбежал больше загадок на самом деле чем ответ хорошо этот тупичок мы исследовали наверное но мне кажется там все мы узнали что стекольщик был контрабандистом узнали что существует шлем который защищает разум узнали что так это а это у нас ну-ка сейчас я с карты сверюсь узнали некоторые вещи теперь насчет стекольщика раз уж на то пошло где была его лаборатория милочку все вот эти вот вещи мне как раз вот и напоминает лаборатории что возможно вот вот этого точно срам с ромбоугольной комнаткой это у нас был гончар по-моему да а где у нас тогда был стекольщик где-то в этой стороне был стекольщик тогда получается что всю более-менее вот эту вот нижнюю часть карты мы исследовали в принципе так то у нас на этаже не много мест осталось куда мы можем сходить по хорошему сейчас если вернуться в зал с колоннами ну что мы сейчас и сделаем скелетов мы там порубили не никто не обещаешь там не будет больше скелетов они там конечно могут быть а вот мы через центр и вошли кстати в эту в этот зал это две маленькие комнатки там будут четыре большие по бокам давайте мы тогда пробежим вот сюда сейчас а это куда маленький коридорчик вниз нет стоп а это вот это вот комната это вот эта комната а зачем она просто тупик до ключ это же ключ стоп 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 ребят не все так просто да это ключ просто тупо лежит на столе в тупике ахуи твари блин по-моему на втором этаже точно таким же образом этот ключ и просрал ну к той двери секретный просто тупиковая комната просто какая-то рыгаловка здесь и на столе лежит ключ от чего он пойдем это мы сейчас выходим коридор зубчатый коридорчик будем его так называть зубчатый коридорчик у него выход мы пришли оттуда давайте свалим сюда так у нас есть третий ключ там какой-то перец стоит может и ушатать его блин а мне не нравится ну ладно вроде уходит у нас туда проход будет а случайно не от тебя ключ понятно это просто у нас шорткат получается хорошо хорошо тут у нас получается мастерские да да тут блин я не помню что тут делали может кстати это похоже на что это похоже тут явно это же мастерская какая-то мы здесь были с вами уже то есть это вот одна комната мастерская вторая комната у нас будет так сейчас мы немножечко пройдемся на тут у нас был маленький тупичок я боюсь что я вот так а тут не тупик тут туалет точно я бы что вот так вот наткнусь и блин врежусь какой-нибудь зомбаря и он начнет на меня огрызаться тут это же было по моему гончарная мастерская да тут мы с вами тоже были ну-ка я сундучок ну я знаю что тут все обыскивался да 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 сундук тут у нас гончарная мастерская и туда проход у нас готовой продукции вроде когда я еще там спрашивал почему эти банки с полок не снимаются все да точно все нормально тут их красили горшочки эти да значит я правильно определил комнаты с ромбиком это у нас гончарная мастерская теперь что мы забыли я просто пытаюсь понять причину почему нам стоит задерживаться на этом этаже возможно просто не стоит и все нормально так тут я пока просто вниз и туда просто вниз эту третья мастерская это у нас тут он это случайно стеклодувы возможно да комната с двумя колоннами стойте а там круглая комната круглая комната это был у нас сарай нет 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 стойте стеклодувная выглядела по-другому круглая комната и здесь стоп здесь выход он а здесь у нас про о привет чувак я тогда тут убивал этого парня да кстати может этого ушатать не просто пройти мимо него нужно а я тут много людей убивал да я вспомнил не это ли случайно стеклодувная да вроде нет дурак такой блин не знаю вот эти рек долл и меня иногда просто настолько вымораживают но я здесь везде уже был все я узнаю этим эту местность кстати он песочные часы и все дела давайте тогда уж не знаю в середину карты что нам там где блин ну нафига аж ты блин чувак просто станет меня хотел оружие поменять взял не хотела тебя трогать убивать чё ты загорелся так блин кстати у него шлем неплохой чувак какой-то лошара шлем у него неплохой не ну не такой конечно зверски как у меня но прям хорош прикольный я с него сниму этот шлем наверное чтобы людей то не пугать хорошо хорошо все 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 более-менее понятно все ясно теперь тут у нас выход по со второго с половиной выход со второго все нормально внизу тоже понятно что мы здесь забываем что мы здесь оставляем тут у нас остались центральные мелкие комнатки я не помню мне такое ощущение что я везде тут уже ходил и пацан по центральной мелким комнатка а вот кстати это же у нас бесконечно точно это у нас зеркальный коридор потому что вот два туалета вот бесконечный коридор и здесь внизу есть это тупичок который мы заходили тут у нас внутренние но тут мы значит везде были вот здесь мы везде были вот здесь мы везде были все на мой взгляд блин как только я понаходил кучу вопросов где-то здесь ходит человек где-то здесь еще что-то вот это это у нас зеркальный коридор с комнатами вверх да вот это все у нас уже было а комнаты вниз так окей комнаты вниз давайте пойдем сейчас пойдем сейчас глянем кое-что буквально две секундочки если что просто потом уже валим с уровня я не знаю как бы если получится у нас там вполне возможно стоят еще скелеты с которой мне придется драться но вот просто на первый взгляд сейчас вот иди сюда это становится у нас уже какой-то традиции что как только я нахожу карту оказывается что я уже все исследовал обошел и все мне тут больше нечего делать ну да это получается 2 вся 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 вторая комната которая ну 2 деле который мы открывали которая short cut и и тут у нас была дорога в кузницу вот сюда мы сейчас выныриваем с этой стороны и вот вот это в коридорчик так погодите а вот это тогда что как мы проходим здесь мы проходим рядом а дверей внутренне то тут у нас как будто тайная комнату не тайная что-то какие что я не знаю как туда попасть вот здесь и вот здесь если мы зайдем сюда мы попадаем вот блин вот так вот получается дверь то было открыто все это время здесь у нас зеркальный коридор зеркальный коридор да теперь хорошо два туалета получается вот тут вот где-то комната а как мне туда попасть давайте идем сюда давайте пойдем по бесконечному коридорчику он кстати без дверей сдохни блин что-то на этот раз я так прямо уже без зазрения совести об убью вас и все даже на двоих наехал что-то я стал слишком самоуверенным мне кажется как бы мне это потом не аукнулась чувака топор был но фишка в том что они двуручный топор фишка в том что они не успели даже своими оружием это воспользоваться хорошо не грози южному централу до или как-то так минутку записок вас точно не было ребят тело и тело только одежка хорошо если есть записка записка у нас отображается значит в бесконечном коридоре у нас проход был сюда и здесь был тупичок если я правильно помню дофига дверей но по сути это был потом тупик да а все я понял что это за бесконечной комнатке это вот как раз и есть этот проход проход маленький то это у нас было типа вроде гостиницы все 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 я вспомнил а с другой стороны у нас были просто комнаты я не туда зашел я зашел в ванную блин то встань я я застрял все игра выпусти меня зомби меня не смогли одолеть скелеты меня не смогли одолеть меня смогла одолеть ванночка все нормально хорошо с этой стороны у нас была типа гостиница с этой стороны у нас была желая такая комнатка она тоже тупиковая все короче это да не вижу смысла здесь больше задерживаться мы просто двух лишних зомбаков завалили не на якобы понимаешь тут тоже экспо все дела но зачем вообще третий этаж у нас по кровавости по моему самый страшный потому что до этого я как-то пытался их обходить то то все то да наверное это было потому что я не был вооружен и мне не было доспехов я их боялся тупо я еще и драться не умел а сейчас я просто вижу зомбаков мне проще их зарезать чем обходить уговаривать ждать ну в этом есть какая-то логика хотя я не хотел бы быть наверное таким жестоким опять же я не уверен есть ли у этих ребят душа или это уже все полностью отработанный материал ладно на мой взгляд мы здесь обошли все если у вас ваше мнение не совпадает с моим я буду рад услышать его в комментах если что-то упустил тоже говорите опять же никто не отменял следующее прохождение которое таки будет я не знаю до куда я дойду здесь хотя меня пока довольно радует то как я приоделся я себя немножечко поувереннее чувствую то есть даже когда по мне вон машу чем-то я остаюсь жив что неплохо вот хотя вон когда это было в позапрошлой серии мне так неплохо прилетело что аж ну как это какой-то бомж с секирой меня отправил в нокаут мне аж даже лечиться при но лечиться мне пришлось потом конечно потому что не еще и скелет нокаутировал так что не надо быть наверное столь категорично уверенным свои в том что ты все можешь блин а как тут нет тут никак хотя такое ощущение что здесь могло бы что-то быть хорошо три ключа которые мы нашли все три ключа были мной использованы как минимум один раз что тоже радует не было такого ощущения что блин вот ключ и его нигде не использовал где же использовать два были от шорка шортката один был от бонуса что тоже неплохо ох а вот это явно тоже выглядит комнатки из диабло такие бочки просто кто отыграл во второй в третий диабло тем знакомые темы с бочками и почему их так много и всякое такое это так что да как бы у меня тут что-то не потерялась бы кстати меч в крови и я не знаю этот прикол он останется или нет я вот замечал что после драки меч в крови а потом я не обращал внимание пропадает ли она или нет кстати это больше как винный погреб на самом сути ли выглядит ну вот эти вот в таких корзинках иногда держали стеклянные бутыли у бутылей не было своей ручки а у казино была ручка поэтому бутыли держали плетеных корзинка чтобы их удобнее было переносить так ну на мой взгляд здесь тоже ничего нету пойдемте еще в комнатку напротив сходим там решетка кстати знаете чаще с боюсь что еще зайду за эту решетку и там начнется какой-то босс или еще какая-то фигня я кстати не знаю на этом на каждом ли уровне есть босс и можно ли считать боссами потому что на первом уровне явно был чувак который охранял выход до на втором уровне перед выходом на меня кто-то выскочил вроде нет на третьем уровне вон на меня выскочили два скелета но не на меня по сути я сам на них нарвался но было два скелета наверное можно сказать что мне повезло что они не не одновременно на меня пришли я бы не хотел с двумя скелетами драться одновременно блин ребят если в этих четырех комнатах что-то упускаю скажите мне типа да ты упустил или там не все нормально хорошо поехали отсюда а потом синие свечения не иди на свет чувак не иди на свет а она еще и со звуком чтоб тебя меня щит по-моему в какой-то портал засосет да блин а других то выходов кстати нету да да других выходов нет все ведет сюда все идет исключительно сюда ты снизу у нас есть два входа все остальные комнатки тупиковые в которых мы побывали и кузни и мастерские и всякое такое и все ведет сюда ладно ребят вопрос насчет карты на телефон наверное тоже снимается потому что как только я нахожу карту обычно в той же серии я и ухожу с уровня потому блин вот реально я здесь подумал что я быстро нашел карту всего лишь на вторую серию пребывания на этом уровне но как только я нашел я понял что здесь уже все обрызгал все бегал это портал это портал черт побери это портал это звездец это просто ребят давайте здесь закончим серию я не пойду туда я не знаю что сейчас будет я не знаю где я окажусь а хронометраж у нас уже подходит концу поэтому во благо всем нам я здесь хочу с вами закончить эту серию получается у нас две серии потратились на треть но не потратились ушли на третий этаж дальше мы с вами пойдем я уже даже не буду говорить что это четвертый этаж или от лично или еще чем-нибудь такой я без понятия что это такое это продолжение вот как это называется я не знаю что там дальше многие из вас наверное знают потому что обычно мне пишут такие довольные бывалые экзанимовцы но вот прямо сейчас прямо здесь я не знаю что это оставил эту интригу до следующего раз поэтому спасибо что были с нами всем удачи добра бобра до встречи следующих сериях оладушек и всем покеда что мы с вами с вами субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok